у вас есть какие-то вопросы по этой теме я так кратко вам все описал я могу да понимаете есть разные мантры есть мантра это очень широкое слово я сейчас вам объясню мантра означает ман означает ум тра означает оружие это оружие для ума для контроля ума поймите что мантры бывают разные например веда в ведических писаниях описаны мантры которые могут контролировать движение туч на небе и поэтому ведической традиции с древних времен люди управляли дождем то есть они могли собрать тучи людошел или наоборот разогнать их это тоже мантра или мантрами лечили людей или зажигали огонь до сих пор в индии есть несколько жрецов которые мантрами зажигают огонь вот мантрами могли лечить болезни я сам видел одного человека но в риндаване в индии штат удар утар-прадеш который с помощью мантры лечил вирусный гепатит это было 15 лет назад я видел своими глазами реально он принимал по 100 человек в день и люди несколько раз приходили от три дня там был и видел за три дня такую динамику я никогда не видел в клинике человек желтый приходит у него белый стул там темная моча и все это проходит за три дня буквально понимаете то есть эффект вот такой вот просто три раза человек приходил тот мантры читал ему павлиним пилом пером по затылку бил и отправлял его дальше все кажется для нас просто шизофрения но это работает я видел своими глазами когда он читал мантры сидел меня там так немножко подколачивало то есть я реально чувствовал влияние на свою психику на свой организм этого звука который он произносил и он меня там кормил блинами ну там эти местные там не блины как ну похоже на блины как это хлеб такой как блины в масле называется чапати там и так далее вот он меня всем этим кормил хотя там вирусный гепатит люди по 100 человек проходят день я говорю я не буду есть он говорит ешь здесь нет вирусов как я тебе гарантирую я ел короче давился там три дня у него потому что индийское гостеприимство если пришел надо кушать вот он меня кормил ничем я не заболел абсолютно все было классно вот это тоже мантры или допустим есть защитные мантры какие человек читает и он как бы защищает его от духов есть мантры которые духов изгоняют есть много разных вариантов мантры но есть также мантры которые ну связаны со спеванием святого имени вот эти мантры они имеют духовную силу их не так много они всегда в индии предавались секретно от учителя к ученику а в наше время они все рассекретились потому что идет эпоха деградации как бы только единственное святое имя может людей спасти от деградации поэтому сейчас нет секретов все духовные мантры открыты а материальные мантры никто не может толком произносить ну то есть они есть их можно выучить на толку никакого нет читаешь ничего не загорается ничего не разгоняется потому что у нас ум уже настолько слаб мы не можем как бы это все делать только духовные мантры действуют потому что они действуют за счет силы бога не за счет нашей собственной силы щуки вопрос звук колоколов имеет духовную силу это не имя бога но это имеет духовную силу духовную силу имеет все что связано с богом например смотреть на храм очищает сознание или звук колоколов или допустим вы берете куда кстати еще вот это вот важно тоже отметить если вы берете в храме освященную пищу кушайте ее она действует точно также как как молитва сила та же самая если она с молитвой была освящена то этот кусочек хлеба он будет действовать точно также там другой пищи у нас допустим моей духовной традиции все вся пища освещается всегда я знаю что монахи в монастырях во всех которых я только знаю всегда всю пищу едят только освященную неважно какая всегда только освященную это очень сильно очищает сознание пищу тоже надо освещать это очень сильно работает какие еще вопросы дело в том что менеджеры вселенной это не только ангелы-хранители во вселенной есть полубоги есть демоны демоны они нам портят жизнь а полубоги нам дают знания защищают насколько они могут вмешаться в жизнь они управляют всеми процессами нашей жизни если какой-то полубог перестанет действовать как бы в нашем организме то у нас откажет или прямая кишка или печень вы задумывались об этом что мы же не думаем о том что происходит в печени она работает и там происходит тончайшие процессы которые ни один биохимический завод не сможет воспроизвести вы понимаете это все происходит синхронно и очень отлажено понимаете о чем я говорю само по себе такого происходить не может наши ученые считают что это все происходит автоматически ничего в этом мире не происходит автоматически если вы в машину оставите на на ходу она автоматически врежется в столб больше ничего автоматического вы не увидите в этом мире в этом мире ничего нет автоматического все является силой чьей-то даже солнечный свет веды описывают это сила определенной личности которая называют сурьяна райна который как бы ну отдает свою силу любви людям через этот солнечный свет поэтому высшие существа они поставят везде участвуют во всех процессах полностью даже дыхание наше мы же не думаем о том что мы дышим правильно дано осуществляется как мы говорим автоматически нет ничего автоматического в этом мире все управляется высшими силами вплоть до движения атомов и так далее нам просто трудно это себе представить но это так атеисты считают что это все автоматически происходит но сами они автоматически ничего не могут сделать например был такой ученый замечательный гениальный опарин он пытался воссоздать жизнь на земле и что он делал он понял что жизнь состоит из белковых тел если бы он создал простейшую какую-то бактерию или вирус тогда он бы доказал что человечество возникло из бактерий там и ну то есть эволюцию по процессу эволюции должен с чего-то начаться и он объяснил что это быстрое охлаждение и нагревание как бы будут как бы белково быстрого охлаждения и нагревания химических веществ какой-то в жидкой среде создает сначала белковые структуры а потом создает жизнь и он начал парить а парень видно не про не зря была фамилия он начал нагревать и охлаждать на хрежать охлаждать и за несколько лет нагревания охлаждения у него появились какие-то простейшие белки но там какие-то потому что там были углеводы ну то есть среда была создана белки появились жизни не не было бы создана никакие бактерии вирусы ничего оттуда не возникли никогда не возникнут почему потому что жизнь возникает всегда когда в грубое тело приходит душа вместе с тонким телом и для этого и нужны условия например в семени нет жизни но если его посадить в землю и полить водой сразу же вместе с водой в семя входит душа это описано в ведах что есть несколько способов вхождения души в тело с помощью семени в семя входит душа и в яйцеклетку матери первый способ второй способ с помощью воды входит душа это второй способ третий способ она входит допустим с помощью пота или крови ну как комар пьет допустим комариха она откладывает яйца то есть если нет не будет крови у нее но не будет жизни она не сможет ничего создать понимаете то есть ну то есть разные способы которые описаны в ведах и это так семени нет простого семечки нет жизни но если ее полить водой она начинает же семечка начинает прорастать без возды она прорастать не будет таким образом таким образом надо понять что в этой же в этом мире мы много чего не понимаем мы пользуемся всем этим думаем что это само собой возникло это полный бред высшие силы постоянно веды описывают что существует 33 миллиона полубогов ну их такое количество 33 миллиона они управляют всей вселенной полностью ну то есть они управляют всеми процессами которые происходят вселенной это очень могущественные живые существа в ведах описано их могущество и не хочу даже об этом говорить то есть это для нас темный лес могу только одно сказать что они живут в умственном пространстве и демонически настроенные живые существа они очень могущественны и полубоги они тоже очень могуще все они находятся в пространстве ума и когда человек в умственное пространство лезет своей дурью он начинает там медитировать или начинает там что-то пытаться увидеть или начинает пытаться услышать чей-то голос который ему и истину скажет то голос обязательно находится но какой дух приходит начинает ему что-то диктовать и он записывает библию свою ну или что-то лепит что-то еще и постепенно сходит с ума от этого процесс почему потому что когда человек не понимая того лезет в тонкий мир который очень сложен для восприятия человека только святые люди там легко ориентируются потому что их сознание очищается и они само собой видит этот мир вот поэтому православие есть такое понятие прелесть начал как бы пытаться что-то видеть значит психушку попадешь туда не надо лезть надо стараться спокойнее относиться ко всему тонкому невидимому которое происходит рядом с нами одна женщина мне написала у меня в квартире она в деревне жила у меня в квартире завелся барабашка и постоянно все поджигает недавно штору поджог потом диван как мне к нему относиться я говорю не обращайте внимания если будете на нем о нем думать он еще больше будет все поджигать потому что эти духи они пользуются нашим вниманием и не привлекают его потом засасывают человека постоянно он думает об этом и они за счет этого живут время обращать внимание как будто ничего не было все нормально и постоянно молитесь в этой связи есть еще одна история вот учитель моего духовного учителя которым я уже вам говорил он жил в калькутте и ему нужно место для проведения духовных программ он был небогатым человеком и он узнал что на окраине калькутты пустует какой-то дом большой этот дом приглашать приглашать принадлежал английскому лорду который покончил бы жизнь самоубийством и в этот дом люди боялись заходить потому что этот лорд похоже был сильно привязан к этому дому и остался там виде духа и этот этот святая личность он говорит ну классное место для проведения духовных программ начал пошел жить в этом доме сначала он поселился там и ночью к нему пришел этот дух начал его пугать пытаться сделать так чтобы он сам себя привязал ну то есть реально то есть появился перед ним очень сильно начал его себя вести с ним он читал молитву и тот ничего не мог с ним сделать и потом как бы у них произошла беседа дух как бы пытался пугал его пугал пугал потом замучился говорит слушай говорит уматывай отсюда я тебя не от тебя не отстану и тот ему сказал хочу говорить ты здесь торчишь тебе уже давно пора в другое тело давайте помогу я сейчас помолюсь за тебя и ты говорит уйдешь в другое тело тот говорит а зачем мне другое тело начал ему рассказывать зачем другое тело как надо правильно жить они пообщались и тут дальше воплощаться спасибо сказал ну то есть пошел дальше по своей судьбе то есть ведь его проклять это сила вот что он дух теле духа жила она снялась него и он пошел дальше а душа всегда живет тонком теле в материальном мире да не бывает душа не одна здесь не находится если душа остается одна она в духовном теле остается значит находит духовный мир понимаете пока эгоизму человека присутствует вместе с эгоизмом эгоизм держит вокруг души тонкое тело и там в тонком теле находится вся наша судьба материальная все наши грехи и желания поступки которые мы должны отработать следующих жизней когда человек духовной практикой занимается то тонкое тело сгорает то есть основа тонкого тела эгоизм сгорает человек перестает хотеть жить для себя и сгорают грехи также которые в глубинной памяти содержатся но для того чтобы это все происходило чтобы на уровне сгорания грехов человек должен молиться уже очень серьезно это такой тип молитвы называется молиться с верой а вера она приходит из знания если человек не видит как происходит как действует молитва как действует духовный звук в жизни если он этого не видит никогда не замечал то он не знает у него нет веры в это понимаете то есть вера это нечто уникальное в жизни верю в тебя дорогую подругу мою это вера от смерти меня темной ночью спасает и это факт понимаете вера уникальная вещь но она человек же не познакомился с подругой дорогой моей пять минут назад и верить в нее почему он на нее верить потому что у них были чистые отношения до того как он пошел на войну так они развились глубокие чистые отношения под подруга тоже верить в него потому что она темной ночью не спит у кроватки сидит и молится за него вот а он верит подругу в свою он бога пока еще не научился но даже подругу когда он верит все равно она его от смерти спасает это в ведах описано если чистое отношение между мужчиной женщиной и женщина верит что муж не погибнет то он не погибнет то есть она защищает его от смерти такая сила у женщины есть поэтому что говорить о боге тогда если человека богу молится то бог его сильнее защищает но я не буду примеры из своей практики глупые приводить вы почитайте житие святых любой традиции вот и увидите пример гораздо круче чем то что я вам сказал если хотите практиковать практикуйте в отношениях со святыми людьми в каждой духовной традиции есть очень великие святые большие святые не не мелочитесь допустим православие я знаю точно что отношения святой матроны работают на сто процентов я хоть не православный человек я это проверял она помогает всем разным конфессиям и выбора нет вот мне много раз помогало то есть у меня есть опыт пробуйте святых людей изображение и вперед и молитесь просто даже нет если звука лучше со звуком если нет звука хотя бы на изображение смотреть но кто-то начинает духовную практику заниматься хотя бы чей-то звук хотя бы чей-то звук кто имеет веру пусть даже не совсем возвышенного святого но хотя бы чей-то это очень сильно помогает очень сильно как правильно молиться за него надо просто молиться чтобы бог о нем позаботился не надо ничего выдумывать то есть мы не знаем что там с ним должно происходить просто молитесь за него и думайте о том чтобы у него все хорошо было и все и будет все нормально потому что понимаете бог сам не может ему помочь потому что на него действует карма судьба и эта карма действует и заставляет его идти путем судьбы но если вы за него молитесь то вы меняете его судьбу своей доброй волей вы можете сам человек может за себя не молиться вы можете за него помолиться и поменять его свою его судьбу точно также как свою но в этом случае его благать ваше благочестие пойдет туда но оно заодно изменит и вас так это все хитро действует бог больше даже любит если молимся за других чем за себя а что вы скажете о поющих тибетских чашах звук дельфинов звуком поютский если крутит как бы святой человек то этот звук поющих тибетских чаш будет очищать сознание потому что его ум настроен на бога если крутит алкоголик значит этот звук тибетских чаш будет копировать его настрой то есть звук тибетских чаш это как проводник который копирует настрой того кто крутит чашу понимаете звук дельфинов это звук дельфинов они добрые живые существа потому что они хорошо относятся к людям они благости находится когда кто-то с добрым с добротой думает или что-то пищит то это приносит пользу лечит от болезней но ничего общего с духовным звуком это не имеет попытайтесь это понять вот звук он который вот здесь произнес написали звуком это духовный звук он как бы описан ведах но это я не хочу говорить конкретно о каких-то молитвах каких-то традиций потому что это не входит программу моих лекций это уже конфессиональные беседы становятся денежные долги я теперь буду отвечать на записки которым не остались если вы не возражаете хорошо да ничего не делать одного наставника которого я знаю спросил ученик говорит я постоянно думаю о сексе я хочу секс секса женщины постоянно это даже никогда у меня не заканчивается постоянно хочу секса что мне с ним делать с этими мыслями его духовный учитель посмотрел на него и говорит а ничего не делать ты просто молись и пропускай думает ум ты если будешь молиться то ты никогда как бы бог не даст тебе этого всего будешь молиться он тебе будет давать чего-то другого а ум будет хотеть секса продолжать а ты молись сам и живи с этим точно так же здесь работает точно так же ничего не надо с этим делать а вы что вы сделаете понимаете разум когда слабый он с умом ничего не может сделать ум что хочет то и думает и нет ни такой силы которая бы могла нашу дурь из головы выбить кроме молитвы продолжать человек я привык дури к своей кстати в голове вот за много лет молитв я привык допустим дурь какая-то возникает я начинаю молиться дурь лезет я продолжаю молиться потом дурь надоедает лезть она успокаивается и все но с ней ничего не сделаешь надо просто нейтрализовывать ее понимаете своей внутренней силой нет другого способа ну что вы с делаете если вы хотите понять что такое дурь которая лезет тогда просто дождитесь когда вы будете очень голодны поставьте перед собой самый вкусный продукт которого вы любите и попробуйте не думать о нем я вам точно говорю поэкспериментируйте вы увидите что это работа поставьте и попробуйте не думать вы поставите и видите что вы будете думать по любому о нем однако же если вы начнете молиться и включите звук святого человека вы перестанете думать интенсивно об этом вы будете думать ну ладно может быть и поем ничего страшного ну то есть ум успокаивается когда ум чувствует счастье ему сразу хорошо ему по барабану все понимаете ум как проститутка ему нужно только счастье и все откуда оно придет ему все равно если ему секс нравится он будет требовать секса 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 но когда он почувствует счастье от молитвы он подумал ладно мне и так хорошо с молитвой без секса ну как проститутка ему все равно откуда счастье придет главное чтобы оно было он требует допустим человек от счастья получает от молитвы ему кушать не хочется допустим некоторые люди допустим любят кушать но они допустим соблюдают пост без воды и без еды человек когда находится в праве молиться он забывает про пищу полностью как только молиться перестал опять кушать потому что ум без счастья не может он требует понимаете идею как действует молитва многое способов проверить вот допустим вы не можете вставать рано утром с постели хорошо ничего никаких проблем просто включайте звук старшего на магнитофоне молитву включайте и шепотом повторяйте вместе с ним до 10 раз повторите вам захочется встать вот мой опыт так работает повторяю раз десять-пятнадцать все сразу раз все проснулся и встаешь и не надо даже париться там вставай проклятием заклеменный там давай поднимайся гад ничего не работает ум как баран упрямо он говорит да я ты спать должен ты не выспался дурак сколько можно вставать рано утром этот очкарик ничего не изображает надо спать и высыпаться и нормально жить не мучай себя все что угодно столько доводов просто повторяете молитву десять раз и ум чувствует счастье без сна ему и так хорошо становится ну ладно давай встаем тогда только не быстро понимаете поработайте с умом поработайте попытайтесь понять как это все действует является ли мантра не буду отвечать ни на какие конкретные мантры поймите как мой молитва имеет ли она духовную силу я не могу отвечать на к вы поймите это ваше дело изучайте разные молитвы спрашивайте у наставников это лекции не конфессиональные я не буду вам конкретно отвечать на к про какие-то молитвы вы часто в лекциях говорите о том что в жизни нужно выбрать правильную цель а стать женщины женщиной которая излучает любовь всему окружающему это правильная цель вас есть духовную через я уже сто раз говорил что есть вот стать женщиной которая излучает любовь всему окружающему цель неправильная объясняю почему вот я например мужчиной стал который излучает любовь всему окружающим вы чувствуете я излучаю любовь сижу излучаю излучаю если сейчас по излучаю еще пять минут вы все смойтесь с этой лекции потому что почему потому что вам тошно станет на это смотреть знаете почему потому что ложное эго это очень хитрая штука она вы чувствуете противно стал нет я сейчас сказал это не чувствуете разве чувствуете не тоже противно от этих слов стал знаете почему потому что ложное эго это хитрая штука эгоизм когда человек как бы говорит я хочу стать женщиной которая излучает свет проблема заключается в том что свет не принадлежит женщине который она излучает этот свет принадлежит богу и поэтому человек не может захотеть стать излучающим свет это дается по милости понимаете человек может излучать свет если он сам об этом вообще не думает он думает только о служении людям и это мысли излучают свет но если человек начинает думать о том что я женщина излучающая свет я женщина излучающая свет то ты будешь женщина излучающая дерьмо почему потому что эти техники мне известны я эти все пробовал я в десятом классе был большим светлым солнцем не волнуйтесь я все попробовал я начинал саутогенной тренировки я был в десятом классе большим светлым солнцем повторял час в день и у меня эгоизм стал таким большим что меня никто задеть не мог кто-нибудь мимо проходит солнцу сразу плохо становится большому светлому почему потому что какой-то козел помешал большому светлому солнцу стоять здесь понимать когда человек на себя концентрирует чем больше он себе думает тем больше он портит свою жизнь например закончилась эта лекция я буду думать блин какая хорошая лекция была мне так людям понравилась лекция если я так буду думать немедленно гордыня войдет мое сердце и разрушит всю мою судьбу поэтому мне наоборот после лекции надо думать господи как хорошо что люди на лекцию пришли я так им благодарен вообще они так не столько счастья и радости принесли понимаете сразу по разные подходы к жизни на самом деле вы больше приносите мне знания чем я могу даже представить чтобы принести вам потому что я услышал недавно в ведах прочитал что если человек говорит о каких-то важных вещах если кто-то слушает то тот кто говорит осознает эти вещи в несколько раз больше те кто слушает те кто слушают они осознают но они сильно начнут осознавать только когда будут это практиковать они сильнее осознают а еще сильнее не осознают когда об этом кому-то сами начнут говорить точно так же я узнал оказывается для Для того, чтобы врач научился хорошо лечить, он для этого должен получить милость от пациентов. И вот именно так это в моей жизни всегда работало. Какой-то пациент, фанатично настроенный, требовал от меня вылечить его. Я вижу, что я не лечу такую болезнь. Он говорит, давай пробовать. Я разок одну болезнь, по-моему, с астмой пришла одна женщина. Я пробовал лечить целый год. И она ходила и ходила. Я научился ее вылечить, в конце концов. Я бы сам ни за что, через месяц я уже понял, я ее не вылечу. Она говорит, продолжаем, продолжаем. И она так лечилась. У нас не было договоренности, что я за лечение дополнительных денег не беру, просто мы вот лечим. Я трачу силы, чтобы вылечить ее, а она терпит. И мы сражались. Я уже думаю, Господи, когда бы она ушла уже, все, сколько можно, целый год. И она вылечилась. Я научился лечить астму, понимаете, по ее милости. Так действует. Поэтому неизвестно, кто лучше, кто хуже. Я большое светлое солнце. Я излучающая женщина. Для кого ты излучающая? Если в пустыне никого не будет, кого ты будешь излучать, женщина? Чтобы кому-то излучать, надо, чтобы кто-то пришел посмотреть на тебя, излучающую женщину. Это значит, Бог вдохновил этого человека прийти к тебе. Значит, кто хороший, ты или Бог? Если ты излучающая женщина, что ты излучаешь? Чьи лучи ты излучаешь? Своих лучей у нас нет. Мы потребители здесь. Если Бог даст милость, мы будем лампочками. Если нет, не будем. Поэтому человек должен быть очень смиренным. Ставить целью, что я излучающая женщина, ни в коем случае нельзя. Надо ставить целью, что я очень смиренная, грешная женщина. Такую цель в своей жизни можно ставить. Если человек молится и постоянно думает, Господь, дай мне знание о том, какой я грешный. Вот это настоящая цель. Потому что человек, когда он молится, молится в какой-то момент жизни, он осознает и начинает видеть все свои грехи. И он, Господи, спасибо тебе, теперь я знаю, что я за свинья. А это значит, что он никогда подлости не совершит, никогда не будет гордым, никогда плохо о людях не подумает, потому что он будет видеть, что он в тысячу раз хуже сам. Потому что у людей-то вылазит только какой-то грех наружу, а ты видишь все свои. Почему святые такие смиренные? Почему они всех обожествляют? Почему они ко всем хорошо относятся? Потому что у всех людей один грех вылазит или два какой-то наружу и портит ему жизнь. А святой видит все свои грехи, которые у него на много жизней вперед накоплены. Понимаете? И он считает себя ниже травинки. То есть он очень реально смиренный, потому что он видит это все, а мы нет. В этом заключается разница. Поэтому человек должен целью ставить своей, научиться смирению. И не считать себя слишком большим и излучающим. И надо наоборот ставить целью увидеть того, кто излучает на самом деле. Если ты его увидишь, у тебя все иллюзии по поводу твоего собственного излучения. Все эти иллюзии будут уничтожены. Простите меня за резкость. Я люблю вот излучающую женщину вот эту. Я не знаю, кто написал, но чувствую, что она правда излучающая женщина. Я просто хотел объяснить, откуда лучи идут на самом деле.